Бизнес-ланч Можно обсуждать роль, место женщины в бизнесе Есть, понятно, что черное и белое Кто-то говорит, что женщина в бизнесе не место Реальности жизни таковы, что она доказывает совершенно обратное Утираю нос тем, кто против женщин Но, тем не менее, на женщин в бизнесе Особенно на, скажем так, крупные фигуры Смотрят все равно еще с таким, не то чтобы пренебрежением, но не ставят вровень Это обидно Для женщин, наверное, но в мире мужчин по-другому не бывает Расскажите, пожалуйста, бизнес, сообщество, нежный бизнес Кто в вашем сообществе? Каким образом оно образовано на территории Подмосковья? И какие цели вы преследуете и реализуете? Вы знаете, как раз это очень важную тему затронули По поводу гендерных неравенств И если честно, я уже там была в крупном бизнесе, у меня 20 лет бэкграунд В бизнес-опыте Ну, бизнес-опыт мой, да И я точно знаю, да, что есть такое И поэтому женщины, попадая в этот жесткий мир мужчин, они стремятся с ними соперничать И я тоже такой была И это совершенно не делает женщину нежной И сейчас уже спустя много лет я никому не советую Кто хочет оставаться настоящими женщинами, да, вот это делать Не ходить в бизнес, в смысле, рекомендую? Нет, не соперничать там с мужчинами А что же делать? У женщин много сильных других сторон Они более гибкие, более мягкие То есть делать большой бизнес, но более нежно Не брать мужские вот как раз вот эти все привычки на вооружение Но ведь это рядом, это же вот, это социум формирует личность Поэтому мы и создали такое движение Где мы это пропагандируем, этому учим Потому что у женщин тройная нагрузка Она еще и мама, да, она еще и жена, домохозяйка И вот это всегда, ну, если она очень сильно в бизнес ударится Это обязательно как-то очень сильно ударяет по семье И, к сожалению, есть такая статистика Очень много успешных одиноких женщин Ну да Это тоже меня очень волнует Такая вот, ну, как бы, социальная проблема Поэтому спустя вот много лет я решила, что было бы здорово Вот это развивать, это направление Гармоничных женщин, да И мы даже знаем, как это делать Много сейчас всяких же бизнес-приемов есть Там тайм-менеджмент, да, какая-то Ну, если женщина хочет себя разгрузить, она себя нагрузит Ведь разгрузит Она же женщина, она же находит такие интересные, да, способы Поэтому мы создались год назад У нас как раз вот первый юбилей был на днях В январе 2019 года По инициативе и по просьбе Или, как сказать, не знаю, даже С помощью Министерства инвестиций и инноваций Московской области Мы им очень благодарны Надежда Афиногена Крисалова Это наша фея, это замминистра Которая, дабы в ее задачах стоит развивать бизнес Оказалось, что у женщины, наверное, смогут увеличить количество Субъектов бизнеса в Московской области Как такая самоактивная часть И в исполнении майских указов Такое было принято решение И мы подбирали долго название И нашли коллег в Нижнем Новгороде Это социальная франшиза Придумана уже несколько лет Нежный бизнес Нам это понравилось название Мы встретились с основателем И вот так все и закрутилось Было пять девушек Которые потом создали группы в своих городах И это сообщество нового типа Я это точно теперь знаю Потому что включившись в этот проект Я изучила много сообществ Мы дружим с ними Которые существуют в России Уже в протяжении 20 лет Много их И мы вот сейчас вчера буквально с девушками собирались И выясняли А чем наше сообщество отличается от других И чем же? Вы знаете, это, во-первых, сообщество самоорганизованное У нас нет устава У нас нет регистрации Это очень нежная такая структура Лайтовая тогда уж Лайтовая, да И у нас нет взносов Мы работаем на безоплатной основе И многие вообще не понимают, зачем им это Мы закрываем потребность девушек Поэтому к нам все хотят То есть мы ничего не навязываем Мы никого специально не учим Мы в каждом крупном городе Открыли Уже теперь 32 города 22 лидера Открыли эти вот клубы Можно так сказать Где девушки собираются По желанию Раз в месяц Два раза в месяц И обсуждают те вопросы, которые их волнуют Они и с бизнесом связаны А с личной жизнью связаны Но самое главное Что спикеры мы своих продвигаем Это очень важно Чтобы девушки рассказывали Коллеги Как они это решают И это вот тоже наше отличие Что мы продвигаем своих Мы работаем по запросу Мы знакомим И у нас каждый месяц Бизнес-мероприятие проходит Все-таки мы хоть и нежные Но бизнес Это, например, очень популярный Мастер-майнд Когда девушки советуют девушкам Какие-то бизнес-ответы На их вопросы Они знакомятся Вы знаете, даже в маленьком городе Я открывала 15, наверное, сама городов Новых Многие не знают Что вообще в городе происходит И один из наших девизов Это Хочешь сделать приятное Партнеру Купи у него что-то А чтобы что-то купить Надо знать И поэтому они У нас все объединены в группы Еще наш один большой плюс Что мы запускаем Мобильное приложение Где будут все И в конце года Мы еще кроме Вот всех городов Эти тысячу человек Объединили в группы По профессиональным интересам Ну и кстати Вот по поводу Профессиональных интересов Да Как же распределяется Внимание и симпатия женщин Вы знаете Вот очень много конечно Бьюти сферы Наверное Процентов 20 От всех Это неудивительно Да Очень такие традиционные виды Да Есть тренеры Есть кондитеры У нас есть фермеры Вот Удивительно Такая не очень большая группа Но есть девушки Хозяйки ферм У нас есть коучи Это сейчас модная тема Да У нас есть юристы Бухгалтера В общем Такой вы знаете срез Я не знаю у кого у нас нет Есть производители Металлоконструкции Мебели Полиграфии То есть Практически Весь бизнес Представлен И вот это было Очень интересно Как они между городами Объединились в группе И у них оказалось Что очень много Общих интересов Обучение Опыт Какое-то внедрение Совместные коллаборации Там кондитеры С рестораторами Детские центры С фотостудиями Ну в общем Каждая встреча Рождает Новые проекты Бизнес А вот встреча Раз в месяц Насколько Это позволяет Оперативно Делиться информацией Которая Например Нужна здесь Сейчас всем Ну для этого Есть группы В Телеграм Пока они у нас Конечно Там идет По 100 сообщений В группе Представьте У меня сейчас 28 групп Я во всех группах состою Поэтому я как бывший айтишник Хочу конечно Мобильное приложение Где мы будем все И это будет Немножко более цивилизованной Коммуникацией Поэтому Оффлайновые встречи Раз в месяц А онлайн Мы постоянно на связи И у нас Я хочу подчеркнуть Что весь этот проект Был рожден Благодаря нашей дружной Команде лидеров Это девочки Которые несмотря на то Что у них бизнес Семьи Многие многодетные Взяли на себя Эту общественную нагрузку И успевают Это все делать Удивительно Это вот девочки Они у вас тоже будут На радио Просто звезд Я бы так сказала Ну звезд мы любим Да Даже звезд из бизнеса То есть по 100-150 человек У них это женские клубы Я только в общем работаю В основном с ними А они уже работают В своих городах Вот Поэтому у нас в планах В этом году Открыться в каждом городе Вот эти девушки Тим лидеры Они будут Открывать эти города Дополнительные Этой своей команды То есть мы не хотим Расширять команду лидеров Она у нас уже сложилась Сплоченная И вот с Надеждой Афиногенной Мы как раз сегодня это обсуждали Что Мы Они уже подала министерство На представление Что мы это сделаем Ну и конечно мы дружим С Москвой Она сама к нам прибежала А вообще Это в 15 городах Работает И это я думаю Что будет в этом году Все-таки зарегистрировано Общероссийское движение Потому что оно уже Выросло так Что требует Каких-то очень Может быть нежных Но все-таки Рамок да Поскольку мы дружим С торговой промышленной палатой С фондом Наше будущее Вообще со всеми клубами дружим Да и у нас есть мужчины Да вы что Да В нежном-то бизнесе Да Удивительно Носят сумки Вот вы правильно сказали Они нам помогают Они к нам пришли Прям первые Можно сказать Часы создания И сказали А мы тоже хотим Я говорю А что вы хотите Мы их ну Припечителями решили сделать И они нам помогают Да и сумки носят И на каких-то мероприятиях Стулья ставят Шампанское разливают Ну в общем на самом деле Вот у нас Сергей Помогаев Попечитель по бизнесу У нас есть Попечитель по безопасности бизнесу У нас есть юристы Налоговые консультанты Ну и просто мужчины Которые ну Чем-то готовы помогать Ну было бы странно Если бы с миром Сильных мужчин Не было бы такого симбиоза У прекрасной половины человечества Входящего в бизнес-сообщество Московской области Нежный бизнес С лидером этого бизнес-сообщества Марии Штукиной Мы и беседуем в программе Бизнес-ланч Продолжим буквально через секунду Бизнес-ланч Нежный бизнес Бизнес-сообщество Московской области Куда входят дамы Которые решили стать добычицами Ну есть мужчины Которые помогают Секреты раскрывает Мария Штукина Лидер бизнес-сообщества А есть ли какие-то Я не знаю там Настолько яркие примеры Вот в нашем Подмосковном бизнес-сообществе Кого можно Я не знаю там Христоматию Женского бизнеса Вписывать И это будет прям Какой-то классический На века пример Вы знаете В каждом городе Такие звезды Мы сделали премию В следующем году Прорыв года Когда они приходят Вообще из найма Только открывают бизнес И это прям Вы знаете Сразу уже Хороший проект С прибылью Таких полно примеров Да И мы наоборот Всех убеждаем Что надо выходить из тени Прекратить уже все эти расчеты По карточкам И всю эту некрасивую историю Да И мы как раз выполняем Этот пункт Что мы создаем эти бизнесы И это вот Одни примеры То есть от нуля До успешного бизнеса И мы их вот Будем обязательно Презентовать В нашем журнале Который мы в этом году Начинаем издавать Как журнал будет называться? Женсовет Ого Да Нежного бизнеса Вот сейчас собираем материалы Номер будет про лидеров И у нас каждый месяц Будет электронная версия Кейсы успехов Реальных девушек Подмосковья Реальных Да Тех которые рядом с нами Второй у нас Очень яркий пример Это когда Несколько девушек Объединяются И у них усиливается проект Например вот Девушка пришла к нам С запросом Что у нее магазин Спортивной одежды И детский центр И она это еще хотела Пропагандировать Здоровое питание Открыла кафе И она сказала Кто мне поможет открыть? И у нас же бесплатно Девочки помогают Поэтому И вот когда она открыла кафе Она прям говорит Это результат вот нежного Там ей помогли Кто-то что-то Начал делать Кто-то рассказал Как ресторан работает Вот такие мне примеры Они знаете Мне просто как мед Что без нас этого бы не было Вот это приятно Вы знаете Энтузиазм Он когда-то заканчивается Это пример из жизни Что на энтузиазме Долго не проедешь Но Какие перспективы Взаимоотношений Все так и останется Или вы хотите Чтобы все так и осталось По семейному Просто И бесплатно Я вот сейчас Зацепился именно за это Да Я согласна Это очень правильный вопрос И конечно Так как мы бизнес И вот вчера Мы обсуждали с лидерами Пути монетизации сообщества Это была моя принципиальная позиция Что сначала надо сообщество создать Потом его монетизировать Иначе мы его не создадим Примеров таких очень много Потому что когда кто-то С чего-то начинает собирать Не понимая с чего Девочки не понимают А кто выгодоприобретатель И почему они кому-то Должны платить У нас же все без наследия Ну а с другой стороны Когда начинается Все так вот легко и вкусно А потом начинается Закручивание гаек То тоже ведь Есть масса примеров Когда И эти усилия Потом идут прахом Так как у нас проект нежный И он по любви Мы гайки не собираемся закручивать Просто у нас более Такая глубокая схема монетизации Ну во-первых Это программы Всякие реферальные Когда девочки Помогают друг другу И как агенты работают Потому что мы же Тратим на рекламу А так у нас девочки Сарафан рекламы Самая надежная Понимаете Это во-первых Во-вторых Конечно дают скидки Какие-то да Конечно покупают Что-то друг у друга Это же тоже монетизация Ну да безусловно Потому что я же говорю еще раз Клуб покупателей И поставщиков Ездит на выставки Презентует Себя Ну и лидеры Конечно как агенты Можно сказать Продвижение друг друга У нас везде Это как бы Зашито в продвижении То есть когда Мы уже дошли До совместных Каких-то программ С крупными партнерами А вот сейчас Мы как раз Эти схемы монетизации Запускаем Это первое А второе Понимаете Там есть то Что ни за какие деньги Не купишь Во-первых Нас все-таки поддерживает Администрация Ну вот Правительство Это дорогого стоит Понимаете Вот даже сюда на радио Девочек пригласили Вот сейчас у вас Наташа была Это для нее счастье Вы спросите ее Ты хочешь денег Или там вот это Она скажет Конечно это Понимаете Сегодня хочу это Завтра хочу денег А вы знаете После того как она выступит У нее и деньги появятся Потому что девочки Раскрываются Верят в себя То есть это такой Понимаете Немножко Непрямой эффект Но вот честно Я вам скажу Что у нас все стали Больше зарабатывать Это вот Вот такой эффект сообщества Понимаете У них как бы крылья вырастают Поэтому деньги Основные Они в этом Они могут прийти Все время в какой-то Критической ситуации Спросить совет Поэтому Мы считаем Что очень много пользы Бартера и помощи И это главный капитал А вот кстати Помимо пользы Помощи и бартера Есть Наверняка же есть Примеры Когда девушки Встречаются на платформе Вашего бизнеса Сообщества И происходит Некое слияние Которое идет на пользу И одному и второму Конечно Конечно Я же вам говорю Фермеры наши Например У них есть сеть магазинов И они взяли и расширили Взяли еще ассортимент сыров Взяли кондитерку Взяли пирожки И еще и венты делают Вот у нас будет на ферме 29-го Масленица шикарная Куда приедут девочки Которые выступают Детские коллективы Понимаете Уже такое накручивается А по поводу По поводу еще Монетизации Мы вот изучили Что нужно девочкам У меня девочки Пчелки Понимаете Они настолько Много трудятся Что они даже не подумали Как вообще упаковать себя И вот эта тема Модная сейчас В эфире Личный бренд Я понимаю Что им это точно надо И мы сейчас открыли Сквозной продюсерский центр Во всех городах Принимаем заявки И мы таких Нашли условия Где девочек фотографируем Записываем видео им Делаем красивые фотографии Для фотосессии Одеваем их в наряды От наших дизайнеров Вот показ мод у нас был Тут даже набежали все Одна делает сумки Другая ремни Третья шьет обувь Представляете То есть она одна Не могла эту коллекцию сделать А тут еще в это во всем Модели девочек И она им дает Какие-то скидки И вы знаете Здесь выгода за выгодой На самом деле Я прям вот осознала Как бы кожей Что сообщество Сообщество Это валюта будущего Интересная фраза какая Сообщество Валюта будущего Да Потому что трафик Нужен всем Вы знаете Вот лично мой бренд От этого очень сильно Тоже как бы Окреп Потому что Когда я говорю Что я там У меня такой бэкграунд Я айтишник А еще у меня женское сообщество Тысяча человек Со мной сразу все хотят Знакомиться А кстати Вот То что Касается бизнеса Ведь девушки Не только друг с другом Взаимодействуют Приходится выходить Я думаю Что в силу объективных Каких-то моментов И на мужской бизнес Конечно С мужским бизнес Сообществом Как контакт Налаживается И Есть ли Может быть Специальные методики Дополнительные Которым я Хочу обратиться Именно Помятуя Начало нашего разговора Что с мужчинами Не нужно Соперничать Нужно Выстраивать Как-то по-другому Ну у нас есть вообще Кроме попечителей Еще такой институт Амбассадоров Крупных предпринимателей Которые готовы Своим примером показать Да и которые готовы Быть наставниками У нас есть девочки Например которые Занимаются производством И мы им подбираем Менторов из вот этой сферы И поэтому сейчас У нас в этом году Идет как раз Усиление этих взаимосвязей Мы выходим На торгово-промышленные палаты На советы директоров И вот эти наши Так скажем Как мы их называем Профсоюзы Где девочки по специальности Мы таких ищем Лидеров среди мужчин Как правило С которыми Можно пообщаться В плане перспективы роста Как примеры Понимаете И вот вчера Буквально решили Что начнем А как к мужчинам подойти Есть такие большие заводы Ну понимаете Да И вот сейчас Очень бизнес-турин популярен Мы вот тоже Такой сделали проект Что Мы приезжаем Например В Сарайск Идем смотреть город Тут наши туристы дают Как бы Развиваются А потом мы едем На предприятие Где нам показывают Производство А потом у нас Какой-то мастер-класс Или какой-то Круглый стол С директором Или там с кем нам С кем мы договоримся На тему Вообще роста И конечно Коллаборации Мы хотим Чтобы эти предприятия У своих какие-то Заказывали вещи Ведь они же смещают Заказы Где-то там иногда На Урале Они даже не знают Что девочки эти пакеты Печатают Ну условно Понимаете Поэтому Моя задача Как лидера Как раз придумывать Такие истории Это же все истории Это мы придумываем по ходу С лидерами По городам По профессиям Теперь с мужским Крупным крупным бизнесом Там У нас есть проект Выйти замуж легко Да вы что Да Еще и это Конечно Это же запрос Потому что У нас есть девочки Которые ищут Ну Пару достойных мужчин И у нас много мужчин Которые ищут Хороших девочек Поэтому мы решили Тоже тут соединить Это тоже проект такой Который никого Не оставляет равнодушие Я вот как раз только хотел спросить А есть ли какие-то Может быть уникальные моменты И проекты Которые рождались В недрах сообщества Получил уже ответ По сути По запросу Они говорят Что еще хотите Я все время спрашиваю Что хотите Потому что чтобы было интересно Надо не делать то что ты хочешь Мы же хотели учебу сначала запустить Но сейчас только учеба в интернете Понимаете Зачем им это Они это так купят Съездят инфобизнесмены А вот Живой пример Клуб невест Вот этот наш Да Попечители Какое-то общение Вот уникальный последний проект Мы захотели поехать Фитнес тур Я говорю А что мы будем кому-то платить Давайте сами Туристы Фитнес тренеры У нас есть повара Пазож Вот сейчас мы вот Собираемся в понедельник Это обсуждать Но тоже же это уникальный проект И мы же хотим поехать Это же тимбилдинг такой Ну Компании Поехать куда то То есть Вы знаете Вот Моя задача Чтобы все потребности По бизнесу Закрывались Нашими поставщиками Хорошо Уникальные проекты Каждый день Смотри Давайте мы на грешную землю Чуть Приспустимся С этих Замечательных облаков Динамика развития Женского бизнеса В Подмосковье Вы На нее смотрите Не первый месяц Не первый год Ваши какие-то выкладки Можете аналитические дать Насчет перспектив Насчет того Насколько динамично Это развивается Или может быть Это не развивается Так динамично как хотелось Вы знаете Никто Не секрет же Что каждый второй стартап Закрывается Поэтому мы Сделали еще Совместный проект Фонд поддержки Например Предпринимателям Вот у нас такой проект Которые попали в трудную ситуацию Угу Есть же и банкротство И пожары Вот эти все печали Поэтому я не могу конечно сказать Что так все прекрасно Но мы все делаем для того Чтобы кто открылся Не закрылся А кто хотел закрыться Опять открылся Вообще По московской области В целом идет рост Я вот сейчас пытаюсь Эту статистику получить А женщины Быстрее растут Чем все остальные Да Но вы представляете В Серпухове Женский клуб 200 человек И это девочки У всех У кого есть бизнес У нас нет каких-то Фейковых членов Понимаете Накрутки Нет А зачем Да В смысл Потому что у нас Даже есть правило У лидеров Кто не участвует В жизни группы Они просят девочек выйти Вот как раз Чтобы не было вот этой раздутости Поэтому Благодаря нам 18 юрлиц открылось Это вот просто Это ваш личный зачет Да Вот личный зачет Это те кто нам как бы сказал об этом Да Которых вот вообще не было И они первый раз зарегистрировались Кто-то из ИПВО переходят Уже вырос Да Кто-то еще что-то открывает Поэтому мы в этом году Более четко будем вести Вы представляете Мы же только год существуем Но мы уже столько натворили Вот Поэтому мы не успеваем иногда Писать протоколы И учитывать это Но это неправильно Для того же журнала Или там какого-то отчета Нам нужна эта статистика Поэтому да Немножко приходится Здесь уже какие-то нормы вводить Ну Я оптимист по жизни Я считаю Что с нами бизнес будет расти Мы для этого и созданы Скажите А вот все проекты Которые вы рождаете В таком коллегиальном обсуждении Есть что-то что не реализуется Не только своими силами То есть делегирование полномочий Может быть какие-то подрядчики на стороне Ну конечно Или пока девочки сами Нет ну конечно Вот даже например Какие-то проекты Ну бывает что девочки меняют бизнес Да Продажи бизнеса Мы просим партнеров Да Аудит Вот для этого у нас есть попечители Вот Просим Привлекаем В общем когда у нас Своих экспертов не хватает И своей экспертности Мы привлекаем Партнеров И крупных спикеров Привлекаем У нас вот совместный был Акселератор например С правительством Да Мы поддержали этот проект И мы Я всем сказала идите Вас научат Дадут Поэтому Мы все возможности используем Которые нам предоставляют И в этом году Мы даже хотим Синициировать сами Форум вот именно По семейному предпринимательству Потому что Есть же вот этот проект Федеральный Успешная семья Успешная Россия Мы хотим в области Это развернуть И собрать За прошедший год Очень часто И достаточно мощно Продвигалось Движение мам Которые хотят Заниматься чем-то Но хотят заниматься этим Пока дома Вот Такие к вам обращаются Сообщества У нас очень много Мам И даже группа Есть внутри нежных Мамы Потому что у них немножко Своя целевая аудитория Они только какие-то гонки В подгузниках проводят У еще что-то Вот Вы знаете Мы очень это поддерживаем Ну Кому там уже дома скучно Маме же тоже Надо куда-то энергию Ну это в основном Прям совсем такой Маленький бизнес Они что-то вяжут Шапочки Что-то детское Вяжут Но мы же знаем Что это закончится И она выйдет Поэтому у нас школа мам есть Бизнес-модель может быть увеличена Да Да Ну и в эту сторону Мы только радуемся У нас кстати очень много многодетных У нас есть мама Десяти детей Вы можете себе представить Я не могу представить Как в этом случае Может заниматься бизнес Она 20 лет была в декрете И вот вышла И она сейчас варит шикарное мыло Натуральное Делает свечи Ну такой вот бизнес у ней И она счастлива И она это продает И у ней Она говорит Какую мне придумать рекламу Я говорю Тебе легкую Сказать что Это натуральное мыло Которым я мою Своих 10 детей Я ее продюсировала Мы продали все мыло За полчаса С новым рекламным слоганом Вот так легко и непринужденно По-женски Легко и непринужденно Решаются Бизнес-вопросы В сообществе В бизнес-сообществе Простите мне Такой набор этих слов Нежный бизнес Московской области Лидер сообщества Была у нас в эфире В программе «Бизнес-ланч» Мария Штукина Я говорю огромное спасибо За полученное удовольствие От беседы Ну и безусловно Ждем ваших звезд В эфире «Радио 1» Спасибо Я думаю что продолжим Общение с вами Благодарю